Так, а у нас в это время начинается 10-й тур, играя против международного мастера Давида. Ну давайте вернемся к Е4. Хочется мне Gambit Morris играть, скорее всего, если удастся. Да, и напомню зрителям, что если вам интересен стрим, можете поддержать его лайком, подпиской донатом, буду вам очень благодарен. У нас 675 зрителей на ютубе и 210 лайков, ну то ли из этого можно делать вывод, что людям видимо не особо интересно, просто смотрят и все. Я надеюсь, что это все-таки не так. Так, ну зато подписки сегодня, в принципе, неплохо идут. Давайте перейдем к коням на G3, попробую организовать что-то на королевском фланге, какое-то давление. Может быть, коням потом на F5. Ну так, в стиле испанской партии перевода. Контроль 3 плюс 0, напомню, поэтому особо времени подробно все комментировать, рассказывать нету, чат читать тоже. Но играем. Так, тут давайте все-таки А4 пойду. Все-таки все пространство на ферзовом фланге отдавать сопернику не хочется. И давайте сыграем, наверное, конь H4. Все-таки пункт F5 очень меня манит, и хочу я туда попасть своим конем. Конь F5. На G6 у меня всегда конь H6 запрыжка, и конь там очень неприятный. Так, съели, ну съел, наверное. Центр сильный, позаманчивее выглядит. И сюда. Так, ну тут можно пока игнорировать, например, просто сыграть слон Е3. Или слон Б3 пойти. Слон Е3 пойду. Пока идея поддавить на соперника. Попытаться. Ну и на взятие, чтобы съесть слона, получить активного слона. Правда, у него будет поле Е5, но выглядит это некритично. Сюда давайте-ка укрепим, наверное, F3, чтобы пешка Е4 нигде не подвисала. И пока черный думает, получаю я микро переоспал времени, но это не так важно пока что. Так, Е5 очень напрашивается ход. Соперник прям жестко, жестко ударяет по центру. Ну, Е5 надо считать ЦД. Слон Д4 там, конь Е5. Как-то все непросто. Сюда, сюда, сюда. Ну ладно, давайте Е5 играю. Мне кажется, просто нужно так ходить. На ЦД тут есть или слон Д4, и попробовать подвисание фигур как-то используется. Или просто взять сюда, сюда, сюда. То есть это тоже, по-моему, кстати, очень хорошо выглядит. Вариантик. Давайте-ка я съем. По-моему, просто после взятия ФЖ у черного будут большие проблемы. Может быть, конечно, я ошибаюсь. Но там, если он отходит, то маты на А6 всегда всякие конями запрыгают. А если он бьет два раза, то очень слабый король. Там опять конь Ф5, Ферзь Д4. Так, съедаю просто ФЖ. Не знаю, мне кажется, очень опасно. Еще, кстати, Ферзь Д3 давление на пункт Х7 тоже есть такая идея. Так, сюда он играет, я хожу просто Ферзь Д3. Идея в том, что Е2 вскрытый шаг грозил, я играю Ферзь Д3, нападаю на конь А6, Ферзь А7. Наверное, надо конь Ф6 играть? Ну, тогда конь Ф6 надо проверять. Мне конь А5 даже там идея есть. Ну, конь Ф6 ход единственный, иначе просто сдаваться, по-моему. Там же грозит конь Е7, Ферзь А7 всякие. Ну, Е2 еще шаг есть, окей. Так, во время я чуть-чуть впереди. Позиция сложная, но выглядит хорошо, да, находит он отход. Так, тут теперь конь А5 принципиальный вариант. Или можно просто конь А6, Ферзь Ф5 заехать. В принципе, там Ферзь Г5 грозит, все, сперринг подвисает, и, по-моему, большие трудности. Ну, конь А5, конь А5 идея, конь А6, Ферзь А7. Ну, там король может убежать. Давайте, да, давайте просто конь А6. И играю Ферзь Ф5. Ну, бить обязан, что-то он задумался. Ай, Ферзь Ф5 же, у него Ферзь Е5 есть ход. Ну, тогда Ферзь А3. Идеями, опять же, давить там и залезать по полям слабым. Но Ферзь Е5 я что-то упустил. Ферзь Е5 хорошая защита у черных. Да, Ферзь А3. По времени так тоже много у соперника. То есть, у него там пара лишних пешек, но в такой позиции это роли практически не играет. Слишком слабый король. То есть, тут уже или я поставлю мат, или не поставлю. Вопрос не такой очевидный. Так, сюда. Ну, наверное, конь или слон Ф5. Ну, ладно, конь Ф5 получше выглядит. Уже идея залезать мне по черным слабым полям. Да, вот он, правда, как-то пока пытается. Давайте конь А6 напал на Ф7. Идея какая-то еще конь Ж4 есть. Так, конь Ж4 игра. Бить нельзя из-за мата на А7. И, по-моему, я, кстати, выиграю фигуру. Потому что, например, Ферзь Ф5 просто конь Ф6. И, а, Ферзь Ф5 нет. Точнее, Ферзь Ж5 просто конь Ф6. Или Ферзь Е6 там. Нельзя, в общем, бить на Ф6, потому что висит на А7. И к тому же у соперника уже очень мало времени. Так, ну тут просто забираю на Ф6. На это забрал сюда. Ну и позиция должна быть просто выиграна у белых. Так, а, ладья Д1 важнее сыграть, кстати. Потому что получу Е2 вскрытый шаг. И останусь без материала. Так, ну давайте король Ф1. Скажу из подскрытого шага. Заодно хочу заблокировать и сыграть король Е2. Так, нападает. Конь Ж4 напал на Е3. Ладья Б1. Пешку Е3 съедаю. Ну и жизнь становится сразу проще. И приятнее. Так, тут просто ушел. Давайте конь Ф5 можно напасть лучше. Нападаю пока сюда. Мат по 8 где-то висит. Сюда. Так, ну слон отдавать нельзя. Поэтому лучше сыграю слон Б3. Я-то хочу поддавить на Д5. Так, тут давайте просто ладья Е3. Размен меня устраивает вполне. Ну, правда, вот такой размен, кстати, не так приятен. Но должен бить. Так, и давайте, наверное, ладья Д1 даже. Не хочет меняться. Конь Д6 напал на Е7. Сюда король Ф2 пока сыграл. Не тороплюсь шахом. Ну, давлю по времени, давлю по позиции. Думаю, эту партию должен выигрывать. Так, ну просто забрал ладью. Я думаю, шпиль должен быть выигранный. Ну и опять же, время. Время просто сложно. Тут не рубить флаг. Сидай пешку на А5. Ну и дальше все у соперника сыпется. Тут уже победа. Конь Д6. И пешка пошла. Так, пешка пошла. Король сюда. Хочу перекрыться. Конь Д4. Не отпускают. Ну и пешка проходит ферзя. Да, в общем, это победа. По времени и по позиции. Ну, соперник делает еще какие-то ходы. Но партия выигрывает.